я там просто шел в полчаса дороге записывался счет тоже делился впечатлениями как чего по поводу знаешь она льется я наш ну как бы она идешь вот она льется такого повествования а историй какой-то про дорогу продукт прокладывал проеду не проеду на них потом они здесь уже не проеду молода андрей делает а потом я тут проеду дай даже если ему работать тут надо быть на два дня за мной это мы разбивать и дороже ребята вырвали я их встретил прошлый раз они ехали я увидел это опять митсубиши pajero праворукая двудверная остановился вырвал что-то поздоровались мы там все я у них спросил там ну там вот у них такой паша есть человек конечно надо молиться вот они поехали вот они вырвали себе этот самый себе я не знаю что они вырвали но они реально там но они четвером представить четыре мужика здоровенных машина конечно крепкая митсубиши pajero праворука не пушка хорошая резина но все но не лифтованная обычно и они проехали и этот самый есть этот как называется был над пеньком и так утонули что зацепили этот пенек ну там защиты или чем-то короче выруми меня когда на их ребятка не не просто вот наехали чем-то его просто я нулево за собой пенек вырвали вылетела а я думал машину что-то уровень машине думаю что могли тоже что-то выруми вот я смотрю что они больше не ездили а чая это стояла инфинити там это вот x-trail то я нашла вот на выезде ну x-trail а x-trail вот этого мужика он показался инфинити ну одна и та же nissan вот так что я тебе рассказывал я тебе рассказывал про нашу беседу с братом либерально демократический его настрой ориентир на то что вот это значит нас нас это спасет все у нас страны развивающегося мастера и развитые богатые они все вот с такими режимами вздержки противовесы лидеров бессменных нет них нас интересное отношение к руководителю страны это у них наемный менеджер из-за границы ну известно какой даже они считают что да там байден от у них наемный менеджер короче вот они его наняли там на пять лет на сколько три вроде 4 ну смысл в том что да у нас как-то всегда это такой батька да да ну то есть ну так и да то есть ну как бы мы дамы выбрали но мы выбрали человека который умнее нас который ну по идее должен был бы служить народу не работает на народ отслужить народу да ну как бы вот так он не выбираем и по лозунгу а терпим потом по холопству страна холопа знаешь нас издревле было мне кажется привито на и просто урава поздно закончилась на у нас тогда сильный перегиб это у нас выгодили до бунта не но это понятно больницы всякие ба это самое да эти бог вот вы виноваты справлюсь халтурить пожалуйста не надо это струковка санкт-петербург я ездил на столы на столы святых людей да барский ну где святых мы тебе сейчас промоем через друшлаг брат и все будет у тебя а она же в воде кстати а что ты ее не моешь там же все всплывет это ну это я на тебя оставляю чтобы она сухая ехала она ехать надо ну она туда живет промоешь она быстро скиснет ну да нет она не боится воды но она отдаст в воду если ты будешь хранить в воде она как брусника отдаст в воду ну в воду да брусник вот ты почему-то купил брусничный свободу до ближайшая вода так же поставь клюкву будет брусника на вода брусника хорошо даже листья набираем будет мы пойдем принять и как пойдем такими мозолями мне у нас здесь брусника далеко брат я даже не так я это не забыли брусничный лист мяш этот код все время пьет в левой я не видел же я только на карте виду были такие то какие то еще это еще не самое большое там к ты еще больше есть болото ну вот но сейчас серёга говорит там вообще книга в крайне видно так нет на карте смотришь котором есть я вот шел рассуждал что вот деревня да там пустая никто не живет там где машина да все она пустая уже поджиг месяц назад приехала пара летали из марии купили три участка понял и все прям живут уже и все мария постоянно жива где она где-то в другом к воруске не я плану мы не проходим в середине мы проходим ты видел там разложены были всякие в том году мужик нам оттуда бежал как-то махал тебе это история не 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 вот мы в горку поднялись на такой-то не русский было дальше да и да а дальше пошли а там видел плиту залито плита залито видел справа виду что приборная плита и прибор вот они там и поселились а так это ж мимо и не приводит приводят сюда наши не откуда посвящение тоже дано из тоже значит 78 года виталий ну слушай но там же на еще должна хотеть ну там мария такая простая то есть он он как-то вахтовым я так понимаю методом работает кого нету понеделя подъем она здесь одна же она и часто вот я сегодня звонил игру отдать тебе мешок картошки гранат дали англии суши я ем как дюймовочка хватает всего но мне сейчас ген отдал получается у меня вообще так прикинул блин по ходу дела просто я иду на камеру короче вот узбеки там сейчас какой-то дом купили где-то получать или на типа для брат ты давал мне да да типа чтобы знаешь но забирать риски там бегу ну типа ну не хотят люди раз но как бы места заполняют заполнен другие люди народа еще что-то но место пусто не будет не скажи брат все равно будут тянуться в места в такие в которых есть чего-то интересное ну хотя меня тут это здесь не будут тут тут такое это дауншифтинг надо здесь это вот больше вот который уже нажрались людям этого социума да вот суеты вот как тут рожать туда-сюда земли навалом прокормим кого вот сколько хочешь да вот у меня сашка жил он говорит мне ничего не надо соль масло мука все остальное моё и и соль масло муку я куплю так я шел говорил тут мужики ходят стрельнут лося этого накрутят тушенки вот тебе мясо на всю зиму какой ось даже ну вот тоже хорошего на хлопья и тут и в этот самый как этот но этих бобров бьют и ну кабанов и прочих это ладно это охота просто берет у сашка где они жили на одной корове молоко процент масло процент сыр процента все своем не магазина это там то чтобы цена на цене у там трудиться там больше разговоров трудиться это вон грит я такой лентяй горит чё там эту ну да они базара не да и надо и подарить ее дважды в день и надо и кормить напоить на это ветеринара ходили не ведь и дар и приедут и все уколы сделают и осеменитель привезет осеменит телен да и все и у тебя теленок и он делал то все на все делу но каждый год старая раздулся за счет потому что постоянно пухой постоянно этот под дурю под свои под этой и постоянно эти гром совершенно не где-то там не коровую точно не какой-то одна да как это представь все свое он говорит если чем у меня есть план б по его совету овчарня все горе не знаешь не болеют ничего говорит следи за копытами и у тебя мясо будет не болеет ты зря вон там что-то козы эти все дорогие бумаги в дагестане и везут какие-то там на это завезли там все это это когда это пошел вирус от африканский слышишь подохли все две осталось там целое стадо ну конечно конечно есть болезни понимаешь одно дело у тебя все вокруг постоянно что-то какая-то беда со свиньями как со свиньями до которых сейчас будет вообще даже запретили как мы сказали ну вот что ограничено заводить но почему какая-то вот чума там у них регулярно вот я сюда когда ехал на участок смотреть была чума да там прям карантин был опрыскивали мои колеса на дороге строят это в химзащите с распылителем останавливаются фанация вида делаем не 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 там вырезали все все свиньи тогда сейчас опять вырезали всех свиней ну свинья она быстро растет может быть хорошо набирает вес то есть ну и популярно у нас у нас как бы ну может не так популярно а в черно да с каждым годом все побольше популярны и он говорю утверждаешь чтобы проблем не ты самым без проблем на вообще животе на этого траве но я вот тут же уже наглядь это у жены этот моя работала на бухгалтерия наш поэтому александра несколько там в аренду сдавали к это завод там вот этот собственник завод там льву львович ну такой-то еврейчик ну нормально наш прослав он это самое у него за он заболел колхозом и наверное долго за станком стоял и у или на завод по заработку или на или менее он короче там этих купил здесь купил земли там все эти ну и сразу ставил стал строить этот бизнес-модель я не знаю там как чего ну денег капитально вливал то есть это и один год там тип корпоратив давайте устроим и ну пригласил всех там семьями и я короче прикатил туда женой с палаткой с моторным лодкой вот это значит не так давно для 10 назад ну и там это ладно а среди повез ты потом знаешь экскурсию по колхозу там отдельно здание там это гостиница для там кто приезжает уже ну местные то остались такие все эти но форму на него одели рожа знаешь экотуризм то нет просто этот не колхоз коровы там это он повез просто экскурсию поэтому всего то есть местные жители с лицами пропитыми ну и ходили когда-то далее но никогда не как бухали так и бухает только теперь они в этом костюме охранника но до ярки бабы наверно все-таки там покрепче получше там как-то не знаю можно это вот он завез нас в этом он овчар не как раз таки расплодил там каких-то этих завез дорогих и рассказывал то есть там в капитальное здание но я фундамент делал я знаю то есть там там денег значит ну то есть огромные эти вот эти помещения не то что там старого снова новый значит залит всю друс там все по феншую денег ували на нормально и вот он рассказал что вот овца это то единственное животное которое не до кормить там на что в колоте и стероидов чтобы она быстро вес набрала еще что то есть только натюр продукт и вот естественное набор веса то есть но и тогда то есть она чистое животное в этом плане не обманешь короче да все остальные там код птица там вот это свиньи кора говядина там еще что-то а эти не и вот он у него там из каких-то колбасный цех загонное такое знаешь по ценникам до тогда было даже но серьезный дороговато все было но вот он там тушилку свою какую-то страна не знаю как черта потом жена уволилась ушла оттуда вот и как чего не знаю но вот на этом ильмень на берегу как-то рассвет встретил с этим корпоративом ну вот элементы тоже вот рядышком ты проезжал ты увидел когда по нового по новогородская трассе снова вышел сюда слева был ильмень поэтому да это овцы такая тот я смотрю дагов там идет он в это типа чабан ха ха значит он идет несколько тысяч голов там каждый там стоит 200 долларов деньги перевести нихрена чабан так он там в горах понимаешь дышит свежим воздухом мужик ну как мужское кушать хочет нас ахап кого-нибудь сразу этот же быстро наколотили и полезно и мужское ну там собака все там это это дружо сын если чё там дарят бегает тоже дело помогает отцу их же стричь там еще там слышу сейчас вот скажи и они денег они имеют нормально они там находят тузами и чабан это раньше было или как он назывался в общем пастух да то есть когда обзывать сна там пастуха не это гордый горд гордый горд сходят это все вокруг завидуешь на этом страну слушай скажи пожалуйста сейчас пошла волна да вот это обсуждать тема тема по поводу образования детей ну в том плане что обязаловку сократить и не грузить так детям образованием каким-то которое в жизни я такое не применяется сильно да то есть ну сократить базу короче до шести лет что ли они хотят сократить базу а потом уже специализации ты вот что думаешь хочу ничего не думаю я сократил я сократил дитю нагрузку как смог то что ну нафига мне эта травмированная личность ну всего понятно позиция вот психологически травмирована а там дальше вырастет окрепит ну куда его потянет потащит поэтому но я сократил как сейчас этого вырастет посмотрим бог даст а ну если все нормально значит это на что нормально пока он чувствует вроде ну мне легко просто в плане в каком-то на и спокойно самое главное результаты видишь вот у меня например детей она забрала и после всех этих мужских ну вещей которые в школе до происходили но нас забрала ну потому что они уехали да и перевела их на домашку и назад не возвращают все всем довольны дети спокойно справляются с программой дома я вот ярошенко хотел позвонить я не знаю чем он ну там москве там это я хотел позвонить сказать костя отчетом ну янка что-то там ну тоже на в контракт все там школа переводится каждый на счет не получается что там он ее там тоже обзывает тупой ну как тупой то тупой да ну просто ну конечно это же школа то что то есть что где должны заинтересовать ну да должны быть все все самое лучшее перед они все передовики у него все дети самые самые умные начиная с него самого поняшу не уже не может быть я на иглу дочки да вот глупенькой какой-то там неудачный троечнице наш это жену это же кость ну да психолога там водить а я что-то вот так же порывался позвонить на днях сказать суши вот ну ладно я надо мне авторитет ну костяну вот андрей даша его там дети вот примерно ничего занимается еще что то есть это им же за дек где экстерном там они проходят каких-то экзамен и все это два раза в год базу ловит обычная домашняя база я ну как бы здесь конечно она занимается понятно что она их контролирует ну вот она мне сдавала ребенка тогда я вообще для меня никаких проблем вот ну контроля ребенка по этому самому я тогда тебе рассказывал про он написал ему листочек что у нас да там математика задачи такие ты ставь галочку плюсик вот так понравилось тебе плюсики ставить на этом ли тестирование не не тестирование задача спину список дел на сегодня математика такое такая задача да так лист такой такой давай как и у нас там следующий лет следующее задаю сюда кость люблю этого этот он такой это самое очень мне напоминает кого-то не знаю кого я про то чтоб меняешь мигаляныч он такой бандит мне хочется хорошем плане на что обратить внимание в этом плане что дать вот эту свободу ребенку ребенку поняшу ну ребенок ребенок воспринимается как-то вот но не как взрослый и это честно говоря не здорово канитель да вот отношения не как взрослому но вот оно плохо мне кажется для ребенка но самого когда относишься к нему как взрослому у него и результат соответствующий вот это вот всякие уменьшительно ласкательные вещи там до прозвища разговоры на сюсю мысю не знаю воспитание во первых генетика во вторых это да кто там у нас не дарвина занимался образование ученые советские времена начальными не то может и имя тоже но в общем да он как же фамилия то вот он говорил там типа привели ему там в год или в два там или что-то от самого там как корректировать он будет ну поздновато конечно мы будем начинать воспитание год или два два наверное вот что такое прям вот очень рано еще михалков это постоянно повторяется как только лег поперек уже поздно кровати вдоль пока лежит поперек еще можно что-то с ним сделать ну честно говоря я вот мой личный опыт свидетельствует о том что ничего нельзя сделать человек личность свободная свобода это дана от бога и никто ее забрать не может бокс и бог сам не берет и другому никому не дает забрать любез без свободной воли на то самого человека без любви человека с любовью воспитать можно даже самого отпетого да как бы в генетически и во всех отношениях а вот любовь понимаешь по-разному проявляется некоторые же понимают любовь это вот тиски оковы а у нас это как бы получается не работает ну именно свободная вот он говорит ты там не либерал я вообще самый-самый либерал кто да брат я горит и я горю как раз ну еще все как бы да и больше еще больше либерал чем ты вот я такой понимаю что принуждение да в любви ну к вере это ну однозначно погибли можно убеждать можно дискутировать в любви в духе любви можно приводить доводы там ну примеры первых и первую очередь свой собственный вот только свободно но только свободно жена никакого не но не только можно принуждать знаешь там какие-то мелочи а типа там помолиться перед прочитаем молитву за что-то заложку берешь чтобы клубить я согласен с тобой что коллега коллега нет и как покушал скажи спасибо да кто приготовил и бери посуду это младше вот твоя задача есть у каждого обязанность я я согласен с тобой что здесь ну не надо крайности тоже какие-то вещи допустимые но это вот такая вот очень очень тонкая через это прививается тонкая игра понимаешь это через их прививается надо надо смотреть по наш я согласен с тобой это индивидуально вот у андрюхи вот у него катит да ну я про это говорю моего на декаде у моих не катит позитивному на короче смотреть а это знаешь еще это это тебя общество образует если ты находишься в состоянии знаешь там это ну как сказать а новый год один раз и мы там ура орем на балконе и чё там лицемеритом тогда с этими там ну обед на бед но там трапезными молитвами чуть-чуть зачем а если ты у тебя ну как бы вот даже не у тебя вот ну вот не у всех а у тебя да то есть раз садишься то есть там да ну отец какой бы ты ни был ты будешь в треком все равно в какой-то степени и вот как у меня дед садился уже никого там вообще никто нет а он садился слава тебе господи на это наелись доставаешь на всю жизнь осталось и вот это семечка которую он посеял да вот этим вещами она же ну по сей день живет и дальше даже разрастается вот и сам то что вы по себе прошед через это ты вот скажи вспоминая это ты чувствовал принуждение напряжения нет нет вот вот твой дед как раз и продемонстрировал ту любовь которая не ищет своего не то что мы сейчас вот на вяжем всем не все вы станете сейчас интересных люка сушок вкусно а ты налей и отойди зале нормально там надулы ну я вот скрывал честно так хочу здесь на всякий перекись как раз у тебя там под ногой обижалось а потом я это тебе доверю ну что мне доверишь 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 сделала закрываешь меня как-то раз у меня друг андрюха иванов на выборске то что в теннис играли босиком тоже на это босиком там на асфальте кто такие на этой волдыри я помню вскрывал вечером шарма шейхи молодые были мискарик я вчера или сегодня осознал себе вот это действие о котором говорил апостол когда писал что ну вот вы да он кому-то писал я не помню кому писал в одном из посланий говорит ну вот вы отвратились от своих грехов и вам теперь и стыдно вспоминать но когда вспоминаете вам стыдно становится что-то было слышал может ветер будет стыдно вспоминать у меня сейчас вот было недавно такое мне было стыдно и противно вспоминать то что я делал раньше натворили мне вот стыдно именно противно наш появилась вот это вот отвращение то сметаем плохо вот этих воспоминаний нету есть какие-то моменты с которых плохо честно важнее всего что но это как-то значит но то же стоит там но то знаешь как вот это если тебя мучает грех исповеданное то знаешь ты не искренне исповедовал наш еще иди делать но я так думаю то есть тут если ты как бы все правильно сделал у тебя отпустила понимаешь и ты преобразился встал отряхнулся пошел дальше как говорится но по жизни у тебя изменилось и отношение к этому греху когда ты его вспоминаешь когда ты мысленно даже вот ментально просто с ним соприкошаясь саешься тебе становится плохо и это хороший это хорошо как раз показать у того же на скоте и образил человека не это больше вспоминал знаешь просто я человека вспомнил а человеком и как бы вот в этой истории вас и познакомились до пьяному горе и там какая дружба была такая любовь я к я знаешь но влюбленность именно ну как узнать встречаются дружить начинает мужская нормально именно вот такая чистая какая-то пообщаться по откровенничать знаешь там еще что-то брат честно вот нет нет не знаю нет у меня было общение с тобой у меня первый подобный опыт в жизни за почти полвека моей жизни не знаю так у меня не было же есть у меня не было таких вот по большому счету друзей ну а да то бы я вот такие вот знаешь там что-то посидели по откровенничали не я никогда не был там особо лицемером я мог практически любым человеком поговорить искренне важно кто это но но если это было допустимо да вот но так что вот с кем-то я дружил не просто ну видимо это закрыт человек я очень да я такой я был детстве мне рассказывали очень открытый а потом закрылся как на ситуациями нет я думаю что это значит естественно я видел костю таким вот детстве открытым открытым наш вот совершенно ничего не боялся вот но видимо потом жизнь просто его уже столкнула там да в паре ситуации ну наверное он кажется он не стал закрытым да то есть он но сказать что он там ну такой же открытый как тогда был когда я увидел на детской площадке подбегающего вот память дитёк ребенку за отрок и так нет он даже у стак да он поняешь вроде разговаривал со своими сверстниками да но он их своей открытостью просто смущал удивлял и смущал ну реально а а вот эти скупчики они просто продают и дальше или как-то сам да 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 на производство там начать не делать есть есть саре есть сайт рынок сельхоз рынок можно продать все что угодно в любых количествах вот эту вот 100 грамм сушеного листа смородины до 9 тонн хлюквы ну там прям вот там вот 10 тонн разговор вот 10 тонн то есть вот он скупает все собирает но везет свою маршрую и да конечно что-то накидывает ну рискует слону там в зале же этих ездят собирает там пытается торговаться подешевле купить себе да это его тоже обманывают его тоже подсовывают кто-то палок накидает кто-то воды нальет пакеты ну в мешке вот я везу в таком виде вот да вот он сухой а залей ты туда ведро воды уже другой вес не он со всем этим работают там тоже рисков хватает плюс скупщики ну по-разному да вот и начинают там же конкуренция есть у нас в руси две два скупщика за уродина почему они рядом или двери на одной площадке здесь нет на базе на торговый на овощной заезжаешь прямо за уроди вот так вот я первый раз диме приехал от него выезжаю меня раз раз тормозит клюкву сдавал да приезжай ко мне эти на 5 рублей больше да я вам следующий раз говорю дима 150 дает приезжаете 155 я говорю ну ладно ну и сам думаю ну нехорошо мне для меня риск одного покупателя иметь потому что ну создаться покупать сосед все через него сдает но и меня все время к нему подтаскивает у меня даже есть грязная мысль что долю долю какую-то имеется типа этот референс ну да какая-то там оживаем уйдет реферальная сумма это нехорошая да он меня позвонил я горит давай я тебя отвезу я как ладно тут объем небольшой я сам отвезу и звоню за уровень ну да буду вам даю пропа попробую поехал купил там безмен себе такой который на 40 килограмм на пятьдесят электронной до 300 а серьезно 3 чай нормально решить все нормально взвесил я свой вешает без извешиваю до 1 что его в руках не удержать кольцо за это кольцо нам 30 килограмм до мешок тот же не удержишь пришлось узнать пальцы качать мне пришлось металлическую это взять такую для подобного я взял этот просто ключ для баллонник просунула ты кольцо извесил но и как бы приехал к нему он говорит ну вот давай выкладывай сюда на весы я выложу на весы этот мешок все нормально но совпадает вес то все я выводил все остальное 177 килограмм последняя от партия мы с того поступить от 5 целых на цели каждого еще 23 сколько ты собирал неделю не больше не 5 если это еще так вот но не профессионально это все это как бы уже последнее там и забирали от и забрал этот чудо словок как-то отличается просто да 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 там конструкцию другая там конструкция другая там он где купил на легче на битву 5 доставка ссылка на этот совок будет в описании реферальная не ребята молодцы красиво очень вещи делают но я сыном как бы разговаривал батька у него делает эти штуки но он делает вот и такой который ну а это еще и хендмейт типа домашний да 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 так тысяч поддержал не китайцы ну там блин там из нержавейки ты бы видел качество этой штуки там буковая ручка сбоку а где она там сарая с буковой рубу мысбука ручка сделано не забудь показать еще обалденно по и поставлю если будет это чёт кусок так он не он делает и такой классический на чернику но он тоже такой же красивый тоже весит нержавейки образно само качество как вот видишь как задние вот это вот стенка отстегивается там такой рычажок и сам вот мы же то ну как и на на иномарке дверь открывается ну как оружие ну да я здравия там обычная а это вот лежак а из бенели блин а это еще еще щелкает понимаешь прикольно ну и конечно это на на 30 примерно процентов по времени меньше работал а собирал в три раза больше только из-за совка он конечно и пахал побыстрее меня махал рукой просто ну и совок конечно у него там ну сама технология движения то есть у него вот мне надо подцепить снять мох ему не надо у него нет он не теряет это времени на снятие мха когда я там должен отодрать и нет усилий этого и нет потери времени просто фигачек ну достану устал сколько дисплантон уже знал ну да стал может может вот человек сказал я горит я не буду руку себя на тренировал ну руку меня потому что у меня вот здесь вот все вот здесь он были эти прям вот ну вот ты можешь увидеть да вот тут утолщение кожи и вот здесь все вот так вот это напрягали она толстым не набросала стала так это всего 15 дней а прицелешь у него за полтора месяца какая на руку жмет как этот ну вот как раз в чем прикол что за 15 дней рука то привыкла 15 дней первые больно тяжело у всех замотаны все руки винтами там пластыряю а через 15 дней рука привыкает кожи деревнеев в этих местах а я видел в белоруссии болотки комбайны ездит целый там вот эти клюквенные там специально как-то и рассаживают там комбайн ходит вот поэтому болоте не прямо вода в воде это все это только клюква права качу нет можно конечно вот там не гипербизнес типа и это значит и по колхоз клюквенный что это не какой-то там наш как там сама умелестом да или еще что-то то есть у них это выведено там гагроном ходит там механик вполне возможно какая разница на вертолете клюквы ягода то же самое что у тебя смородину собирать все тебе этот самый куда ее применить да куда угодно в ты вот прям вот так даже вот все вот потом они перебирают сами перекатывают это горит это я показал горит это еще не самое худшее а потом переборка еще же это кто-то перебирают добавляет к этому за переборку там заплатить если перебираем потом вот как-то чистенько 1 сейчас едешь там вот я ехал думал тормозить узнать сколько в банках ну там 3 литра в банках я думаю что сейчас уже рублей 300 за килограмм должен строить я по весу взвешиваю ну вот смотри вот это вот ведро вот это ведро здесь 10 литров она весят примерно 6 килограмм и сколько ты вот по времени вот целое ведро нахиваете за полчаса вот этим разному вот вот своим этим я еще не работал ну своим конечно своим который вот маленький с чулком ну сколько вот это трудного времени смотря какая какой короче на какую участок попал если бы попал на хороший участок у меня самое большое в этом ночи работаю 6 часов день то есть не час добраться час обратно 6 часов там 8 до 6 часов непосредственно на болоте ну вот перерывом на обед да но небольшой наш сезон сходили не смогу ноги натертся вот посмотреть как это выглядит а сейчас ты ничего не видишь коврота нет приезжай сентябре следующий начинается ли начальность видишь может быть если бы этот ковер но смысл в чем я тебе просто расскажу вот 6 часов спину с перерывами до с обедом в этом году максимум я собирал 8 люди ну считай 40 минут ведро это в лучшем случае а то можно ковыряться и 6 часов 4 ведра полтора часа ведро ну то есть но обычно уже в этот момент просто клюквы мало она уже стоит дорого ну да нас первые сдавали по 115 раз но сейчас 215 принципе как зарабатывал там пятерку не брошь работа рожь в прошлом году 4 получалось по 4 для 4 в прошлом году клюку стоило 300 рублей самого начала нашли было очень мало никто не поехал даже то есть ходил человек он собирал за день ведро профессионал ну я не знаю по самому все а вот он задний переносил ведро и чего у меня получалось мод ведро что 6 килограмм 6 6 килограмм нашего на 300 до вот того как бы устраивал ведро так нет ведро это болотоход не нужен на наш ведро чтобы принести у него три мешка сэш три мешка каждый 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 по 30 килограмм силос без алкогольного тогда может еще и краба ну как вариант белок на ночь этот афро зодиак сны замучивает чё бросить афро зодиак чистой воды хорошо хорошо не будем искать не надо может быть знаешь как до бабочки понюхать с утречка чтобы знаешь это перегорел пойдем там куда-то чёт суша вот если мозоль мечом ты можете замотать чтобы детьте ну или чем чтобы ходить или все уже в этой обуви не к нам не катит не чешу я могу тебе что я тебе могу предложить такой толстый чулок дать если у тебя там есть еще вместо там да все там есть ну в этом ну в сапоге а такое место можно попробовать стать у тебя просто было там все это мягко потому что там что-то вот это на подъем на подошли конечно я пожалел что эти не не это самое отпустил у нас был все-таки это на картошку лечь или под картошку на самом деле там у тебя брат дай баночку может а потом еще одну подлоку я про то что это самое у меня возможности по техники такие большие а ты брат практически максимально допустимый вес для теле я думал там вес телега этот не он тебя одному своими мешками вода с тем увезет не вопрос не развалится но не были просто мы могли знаешь оказалось такой ситуации у меня был такой же сломался да да и этот туда вперед не у меня есть ремонтная доеду до сюда стрепана отремонтируюсь слушай ну квадрик конечно здесь будет жил хотя если на двоих было так вот караканал ну вот я сегодня единственное что наш вот серёга отзвонился когда горит ты предлагал продать этот большой который подарил то речи нам как они сломались на болоте давай вот мне речный дом кратный доме я его поюзал не нужен вещь хорошая мне но мне не нужно то есть я его вожу за место дом краты которыми не работает штатный наш не работает штатный не работает на шестнадцатом колесе ну понятно это для этих чего не поднимает ничего не поднимая я тебе продам и себе куплю подкатной мне очень нравится подкатной очень удобно я у сашки сейчас увидим в кейсике не вчера позавчера у меня в грузии есть кейсик хотя наверно там этот местный уж мой домовой уже там где-нибудь да там уже причем спрятано так что ну короче я не тут я не знал про как бы давно я предложил мне стало жалко потому что вижу что их двое они справились ну подняли так просто тех два мужика здоров я говорю а вот и один будешь друг как как будешь да ладно я там чего-нибудь туда-сюда ну ладно смотри я предложил тебя ты решай ему и думал там уже поставил себе что отвезу матери позвонил товарищу он не хочу заниматься продажей опять ну как прицеп я тебе помог продать этим не буду ну ладно думал матери отвезу там что продал но я тут пишет говорит да я такой знаешь сижу смотрел цену ну там типа семь а серьезно новый такой семь я че-то за трешник покупал 7500 но это давно было я думаю какую цену то назначить ну так 3 нет 4 и пишу ему 4 отвечает договорились с утра звонит рассказывает мне что ну произошла такая ситуация провернула там покрышку в болоте игре хорошо двоем были но дошли там напилили каких-то чурок в лес ну короче целая история потому что говорит туда трактор не заедет потеряли горит это хорошо двоем потому там бывает что на болоте один и все ты встал и горит я понял что мне надо ну правильно тебе еще были надо бы этот ремкомплект и все это запасные запасные части фарка основные которые могут сломаться набор инструмента ну все это надо и он соглашается на эти четыре потому что эти четыре оказались короче ценой чуть ниже авитовской на авито четыре с половиной такие ну и слава богу нет он цвет неплохой там не из дешевых он хорошего доброго где-то единственное что там у него заедает немножко да этот заедает из-за кривизны этого шрифта но вот обратно ну это ерунда прочь вот я ему сейчас по дороге когда возвращался отвез а сам себе купил не юзанный совершенно новенький красивого синего синего цвета в кейсике и причем я уже знаешь полторы тонны на 2 тонны я уже настроился там на 3 700 ну я все равно в плюсе оставался ну начал приехал в магазин покажите мне это покажите мне это а какой в кейсе я говорю а он не знает я говорю а давай посмотри и 3 200 или 3 500 он говорит слушай а в кейсе вот эти не в кейсе эти не в кейсе а есть в кейсе которого на витрине я говорю а сколько стоит а он говорит вообще я самый дешевый из них он 2 500 это отличный отгрузитель а на полторы в клюсе брат ну слава богу главное что ты с домкратом который тебе надо и с домкратом который мне надо знаешь одно дело бы если ты продал я намучился а мне надо колеса снимать мне надо арки снимать и это нет это чисто оффроуд да это все и для металлокопа то что такие выбрал я видео снимал кстати на канале есть это самое реально я купил тогда бензопилу штилерскую насадку на него которая сделает его бензореза такая имневая попробовал ответил видео там опасная штука просто ребята которые приезжали на тракторах стокарем познакомился потому что что-то не коннектилась и расточили тоже видео на канале этот металлоискатель купил домкрат металлоискатель что-то еще в этом целом я просто видел эту аппаратуру они ездили здесь с ней и пилили все только они дергают не этим они просто трактором дергают ну или болотоходом нет но это чисто я тоже насморялся думаю куплю там побегали поснимали меня ты думал знаешь там какой-то будет контент что я буду ногу если будет заходить сюда там как бы аудитория повалит там никого не было конечно кому это не надо ты вон на моем исполнении можем завтра отснять тебе поэтому не знаю что об мотоблоку а мы можем съездить на мотоблоке в машине к машине можем съездить зачем на выезде съездим нет нет объясню там у меня поисковый магнит на 300 килограмм по колодцам пробежаться по местным нету здесь никаких колодцев место вот один у меня колодец а вторую реки в одно кольцо я уже тогда проверка две нет но все засыпали за 30 лет умирают деревни ты же знаешь совершенно брать для меня понимаешь даже вот лукавить да я поярте тем самым вот как нашу сердцем по одному месту я просто покататься хочется понимаешь на твоем дрексе липов вот прикол садись и есть они уехать это не там опасно ну здесь понравится здесь это может мне это вдруг понравится и что я буду за как с этим жить ничего страшного купишь купишь куплю и по восьмилу мотоблок да и буржи на предках открываем аммани дверь мне там не очень большие возможности честно скажу он так выглядит сурово да как это крутая брутально брутально но и только вот по прямой дороге а так это на первой скорости будет вот как я тронулся вот так это и будет так как идешь ты быстрее идешь я тебя гонял так чувствовал слышу трекера приметы если мне нога ты ты меня обогнал бы я смотрел когда-то надо просто при поеде я не останавливался я шел-шел но единственно что заковылял там буквально уже в первом поле за машиной за поэтому эти игры поэтому и была проблема как бы ты меня обогнал слушай такая то получается они купили тот дом который за 700 что я же его смотрел звонил даже и резине не другой был такая его продали тот тот нет тоже так я даже позвонил или написал я говорю вот 200 да я говорю тот так и стоит и его лиц и же и и и все я бы я там был смотрел эти дрова я куплю за 200 она мне написал извините нити типа ну это валится дом там уже короче дом бри бру бру конечно деньги уже не такие как это раньше ну блин что-то жаба-то душит да и зачем слушай ну вот он взял тоже этот дом говорит это вот подкурять подкурять этот подкурять не горит нам делать нечего а здесь горит вот плита залито это ребята с мурманск а вообще были ездили сюда дачу не было мурманчане сюда есть не так сказано макачу они вот выезжают на все лето какая чё то есть ехать 2000 как-то кисловодска с мурманску полторашка до мурманск с питера с питера еще не помнишь там эти с до мурманск мне дары я помню что он просто приехал ко мне до мурманска как до москвы и обратно хай-хай-люкс он ты понимал а люкс он покупал игрит я за день прохожу не проблема что он проходит до мурманского да ну полторашку не проблема я тоже молодой делал полторашку спокойно наяриваешь нам это все камер нет ничего нам господ и больше дела на то есть просто но хит для меня сейчас 600 700 проехал где тут гостиница чтобы кондиционер до завтрак душ то есть это ну это шумоизоляция еще что-то такой раньше палатки или самую машину машине это что же когда это одно дело когда ты путешествуешь да там землей когда это но хочется какого-то но комфорта до кость на есть или мы нормально в палатках когда ничего этого не было ничего этого не знаешь и живешь вообще припевающе мы серега вот я знаю за это я говорю блин уже зажрались он мне говорит надо же там все обеспечить я говорю блин приезжай ко мне сюда посмотри как люди жили 36 квадратов живое помещение эти все дома деревенские по 8 человек по 10 семьи жили нормально в любви и согласия размножались и извини меня ничего не было вообще ничего никаких медицина там все на примитивном уровне все остальное собачьих вички в прошлом году косилка ногу оторвало так собачика пришила собачиха замочил может быть и так понимаешь но я к тому что это не мешало людям расти и развиваться при всех благах цивилизации наоборот был стимул свалить вымирает в питер институт на носов целковский все да если готовы принять результат такой побочный побочный эффект так скажем да реальный либеральной демократизации общества его вымирание это возвращаемся суши ну просто это вопрос такой знаешь для меня был актуальным сейчас я много вот пока на круг и работал мы с братом много переписывались он немного вот всяких своих вот этих спикеров поприсывал как вас разговор то есть вы каждый вечер данном что-то накидывайте мне он когда вот удобно мы записываем вопросы ответы просто аудио ватсапе да ну это самая удобная форма такая получилась на на сообщение но у вас именно дискуссия на этом не он у нас образовательный процесс идет в моем отношении и в его он тебя образует он меня образовывает я прямо книги читаю а чтобы марил или обо мне прямо ролики присылают там каться своего любимого шульман кац кац максим кац предлагал это реальный еврей который там живут в израиле на гражданин израиля но если так он был у нас депутатом в москве но на местном уровне там ну такой оппозиционер известный там у них сейчас такой идет этот рвач ну в своей там этой среде кац выпустил расследование по фбк который навального организации там деньги пожалуйста ворованные но у людей банкиры финансировали это дело ну короче обычная муть как и везде слушаем а мы это самое поэтому точно может у нас сколько время еще есть может если там ведра кончатся это может может распечатать хотя бы тестово включим в розетку работает не работает там посмотрим поселите а вдруг чудо прямо здесь начнет работать это не хочешь сейчас вдруг я смогу в телеграм-пост оформить в темноте я буду я кумарит я кумарит вообще как там мои эти передах подписчики они хоть и не мои или да по факту то мои надо надо что там это слышишь и смотрите как я предусмотрительно но бы это поставил полтора ведра то вот сейчас мы переберем даже ведра не будет я тебе хотел бы все таки полное ведро так сказать как убещал не знаю Андрей Юрьевич как с этим жить мне потом больше не дам а ведро будь любезно можешь меня отвезти еще на болото сказать вот тебе будь добр прими а по халу там очень тяжелый вот и ведро там сейчас дождь еще пошел там наверное все сейчас нет там это нормально сейчас дорога раскиснет да вот это нет там у нас очень сейчас сухо было долго долго сухо может грибы будут может брат ну куда ты с такой ногой подкрешься вот до плеса покидать удочку пожалуйста да все таки это теодолит же здесь да этот теодолит оптический нивеллер не это все-таки глобально вот этот там индийскую вот эту приспособу просто надо потечь и посмотреть что это за река и стрелька ты видел река река видела что это какая-то там канава индийский ганг там если это приспособил ну что может наподобие понимаешь ну там построить там типа этот какой потом я смотрел значит таки есть они палок натыкивают вот так вот и типа мережа такой длинный морда называется ставит видела нет не видел брат мишу таких снимает но мне кажется у тебя здесь контентом или он мало перспектив снять что-то полезное сделать это же можно все знаешь постановку купить щуку пойти принять и покинуть и сказать смотрите а я против меня вот сейчас был опыт со сломками фильме честно тебе скажу сразу вот видно где игра здравствуйте братья и сестры христос посреди нас есть и будет данное аудио записываю для того чтобы вы лучше могли понять какой концепт на какая идея канала этого основная его идея состоит том чтобы мы могли обмениваться мнению свободной форме без ругания корректной значит по духовным вопросам по житейским вопросам в рамках размышлений над ними христиан и не только всех желающих я предлагаю приглашаю вас к диалогу буду выкладывать в аудио форме как самый информативный по моему мнению какие-то ролики какие-то идеи в них высказывать будут видео видео беседы с моим братом христианином который живет идет семейным путем христианской жизни для сам монашества и я прошу вас своими комментариями вопросами поучаствовать нашей дискуссии я прошу вас заранее прощения за простоту высказанных мыслей ничего академического не планируется в этом проекте и связи со сознанием конечно своей немощи по поводу того что мысли концепция которыми мне хочется поделиться или которые хочется обсудить я не вполне неполноценно их могу описать высказать в речевой форме то что я чувствую думаю тому или иному вопросу поэтому очень вас прошу если вам что-то резонул слух если что-то вам непонятно убедительно прошу вас задавайте уточняющие вопросы чтобы помочь нам понять друг друга помочь мне стать лучше нам стать лучше храни вас господь и помните в любви нет страха